Итак, вы приехали к Сергею Железову, к моему сыну за саженцами, а его нету. Единственный выходной, целый месяц прививки, уход, посадки семян и так далее. И поэтому получилось так, что я не упускаю никакой возможности, я собираю информацию. Я как тот паук зловещий в центре паутины. Моя паутина это весь мир, включая Израиль, в хорошем смысле слова, я только о садоводстве, включая Финляндию, Швецию, включая другие страны, как Китай, Канада. Это все мое, то есть информация. И тут присняется такая вещь. Значит, идет по всему миру полная деградация садоводства. А вы-то ближний круг, вы абаканцы. Поэтому пришел вперед и вам устроить допрос. Значит, скажите, пожалуйста, я буду задавать, а вы отвечать, вы согласились. А потом, может быть, даже дам несколько хороших советов, чтобы эта поездка была не зрявшая. Вот. Допустим так. У вас сад давно? Ну, у нас давно сад. А зачем приехали? Он уже был старый, яблоки все, вот в эти, когда первое сорокоградусное мороз, это помните давно? Ну, еще бы, еще бы я не помню. Да, все замерзло. А у меня все живо. Да, вот. У нас все замерзло, яблоки, как бы мы не старались сажать, что-то они вот плодоносят, пропадает, вот эта чернота-то она створила. Я вам сейчас объясню. И это самое. Потом, что у нас тогда была яблони, груши у нас стоят, груши стоят, они, правда, старые-престарые, но стоят. А хотелось бы, вот мы, знаете, вот на тартухе там продают, но ездим же, кутаемся туда-сюда. Там какие-то груши продают поздние, осень, сладкие такие. А у нас они ранние сладкие. Есть поздняя-поздняя, как камень. Мы на компот ее только используем. А вот хотелось бы вот эту грушу попробовать. Сливу я у знакомой увидела, какой-то чернослив, сливы тоже. У нас, короче, старый сад, он пропадает. Что ясно. Так, по порядку. Итак, яблони... Мы его купили в 2008 году, а он еще до нас был. Дело еще не только в этом. Вот. Значит, беда, самое страшное случилось, это пришла нам с Азии эпидемия. Коснулась только яблонь, больше ничего. Яблонь, я говорю, у нас плодоносит там вот это и пропадает все в нее. Все. И теперь я говорю не вам, а тем, кто меня слышит. Эпидемия затронула, как минимум, всю минусинскую котловину. Это и нас, и вас. Вот. Значит, болезнь бактериологическая не лечится. Я даже... Мои друзья пытались лечить даже антибиотиками. Ничего не помогает. Бесполезно. Против нее нет защиты. И усугубилось дело тем, я наблюдал больше 10 лет, когда уничтожались сотни тысяч яблонь, одна за одной. И одни уничтожались. Я кричал, караул. Вот. Меня газеты... А потом... Ну, газеты перестали печатать. Сейчас же это не модно в газетах. Вот. А телеканалы Абаканский, Шушинский, Саяногорский, Кемеровский, Красноярский. Все эти телеканалы, мои призывы, вопли, печатали. Ничего не изменилось. Почему? Потому что все люди заранее научены калечить деревья, якобы для того, чтобы они лучше плодоносили, здоровее были. Вот. У меня к вам такой вопрос. Вы сами пробовали хоть раз, вот, в сад старый, вы пробовали его улучшить? Ну, например, взять секатор, пилу. Отрезать лишние ветки, якобы лишние. Мыли, мыли это, и резали. И резали. Железную, или какой там это синий, купоросу обливала. Вот. А срезала эту, как сказать, кору, до ствола. Ой, чёпс. Вы все сделали, вы понимаете? Чтобы уразить... Болезни плюс калечения. Все, что вы делали, это и есть то самое, что сократило их срок. Еще срок. Да, еще срок там уже. Ну, это же полезная совесть. Ведь когда вы приехали, сказали с Абакана, Абакан – центр Минсинской котловины, знаете, да? Понятно. Вот. И Абакан – центр садоводства. Вчера показывали... Центр, хотите сказать, разноски этой заразы? Да, да, почему? Потому что именно в Абакане примерно, есть своих у вас хватает, я о серьезных вещах говорю, так что послушайте. Нет, нет, я слышу. А то все равно, кстати, зря приехали, раз Сергея нет. Ну, хоть мы поможем людям. Итак, вчера телевидение показало возле ДК железнодорожников, а там всегда... Слышали, были? Вы сказали алтайские? Якобы алтайские. Якобы алтайские. Сто процентное вранье, поверьте Железову. Все, что привозят к вам... Собрали, он погиб. Да. А почему ему не погибнуть-то, если он со Средней Азии? Так вот, все это Средняя Азия. Все. Я на нашем рынке, ну пусть это было два года назад, подхожу к молодому парню, ну, ясно, по разрезу глаз, что это не совсем русский. Я говорю, ну, прикалываюсь, а это... Думаю, поверьте, я отключил вот этот фотоаппарат, отключил. Я говорю, я не инспектор, поверьте, я просто хочу узнать, откуда вы привезли саженцы. Он говорит, отойдем в сторонку, перетрем. Потом показывает мне примерно десятилетней давности сертификат на один саженец. И там написано, горнолтайск. И вот он с этим единственным... Десять лет... На один саженец, заметьте. Он купил один саженец. Ну ладно, это мы проходили. Итак, что надо делать? Вам и всем надо прекратить резать деревья по принципу... Уж оставьте их в покое. Почему? Даже если он так вот разрастается. Да? А что вам... Чем вам плохо, когда он разрастается? Почему ему надо мешать? Понимаете, когда часть веток убирают... Они же убирают, как правило, когда ветки еще не проснулись и нет листьев. И никто не догадывается, что каждый лист... Вот, смотрите, черемах распустилась. Что каждый лист из этих, каждый... Это фотосинтез. И отрежет 10%. Никогда 10% глюкозы не поступит. Ни дереву, ни корням, ни то, что обслуживает. У дерева есть симпионты, грибы. Черви, эти самые, муравьи, значит, бактерии. Все это с деревом в одном, как единый организм, который... Все это... Вы знаете, что вы живете только потому, что на свете существует глюкоза. А? Ну, плохо. Вы знаете, что срочный диабет. Да. Это когда жрешь сильно много. А необходимое количество вырабатывает сам организм. И на этом мы живем. Хорошее настроение, значит, хватает глюкозы. Плохое настроение, значит, не хватает. Это ломка. Но это уже другая тема. Итак, возвращаемся в Абакан. Итак, продолжается вранье, что якобы привозят с Алтая. Вот. Привозят со Средней Азии. Раз. У вас возле Абакана, я понятия имею, где есть какой-то пятачок. Несколько приезжих ко мне рассказывал. И на этом пятачке тоннами продают яблони, груши. Ну, в виде продукции. Яблони, груши, персики. Нет, нет, не саженцы, а плоды. И у них, они запомнили единственную сибирскую фамилию. У меня фамилия Железов. И когда их спрашивают, откуда персики, откуда... А это ваши. Это местные. Это от сада Железовского. Поняли? Вот. То есть, они где-то услышали мою фамилию, и теперь обманывают все это местное. А у них же все отравлено. Итак, мы имеем саженцы, которые наверняка помрут, потому что они переживут не одну зиму, самую теплую. Так. Раз. Средняя Азия. 20 минус 20, у них погибло половина этих садов. Еще ключи возьми, я тут... Нет, закрыл. Вот. И сейчас я закончу этот разговор, самое главное, от вас услышал. Ну, значит, это все правда. Продолжается. Саженцы продолжают продавать. Вранье продолжается. Местные органы этим не занимаются. Они сказали, что мы не имеем... Ну, эти, надзоры. Что мы не имеем права запрещать. Ну, мы же один союз, почти советский, не имеем право. Местные ни черта не понимают в этом. Обман сплошной. Так. И добавляется к тому же страшная агротехника. Вы сами сказали, что скоблили. Вот это страшнее не бывает. Теперь так, я заканчиваю этот разговор. И потом я вам предложу... Ну, тут почти нечего предлагать. Ладно, поговорим уже о таких делах, как... Что-то ближе к тому, что вы приехали. Все, я... Улыбнитесь, вас скромает камера. Я отключаю. Вы помогли в какой-то степени. Пусть послушают люди. Ну, да. Ну, да. Угу. Улыбнитесь. Пока. Улыбнитесь. Пока. Пока.